Привет, меня зовут Кирилл, вы смотрите Easy English, и сегодня я вам расскажу, как произносится артикль «за». Если вы откроете любой словарь и посмотрите, как произносится артикль «за», то, собственно, вы узнаете, что нужно язык ставить между зубами верхними и нижними, сдуть в воздух и произноситься звуком. «Т-эйч» бывает двух видов, знаете, «глухой» и «звонкий» «з». Так вот, сегодня речь пойдет только о звонком звуке. Ну и все эти правила вы можете перенести, кстати, на глухой звук тоже, поэтому особо отдельно записывать видео про глухой звук не требуется. Также напоминаю, что на моем канале уже выходили видео о том, как произносить артикль «за». Это видео будет дополнено и, так сказать, обновлено. Любое видео, которое вы посмотрите на YouTube, либо же прочитаете блог, учит вас, что звук «за» произносится путем постановки языка между зубами. К сожалению, такое правило работает только тогда, когда у вас есть предложение, начинающееся со слова, где этот звук первый, и все. То есть в других случаях, когда у вас этот артикль спрятан в предложении, и мы говорим речь, которая состоит из предложений, из множества предложений, такое правило там работать не будет, и артикль «з» произносится совершенно по-другому. Сегодня мы разбираем случаи, которые чаще всего встречаются в речи. Это согласный звук «т», «д», также сюда относятся звук «н» и «с». Они из одной семьи, все потому, что они произносятся также на альвеолах позади верхних зубов. То есть эти звуки очень близко, рядом, и порой один звук не стоит того, чтобы произносить один звук, потом другой звук. Когда у вас один вот из этих звуков находится перед артиклем «в», то происходит слияние. То есть эти два звука смешиваются, и на выходе у вас получается звук, который и не «з» в то же время, и не чистый звук «ц», и не чистый звук «д», а что-то среднее, общее между этими двумя звуками. Поэтому я рекомендую вам попробовать дома потренироваться, найти для себя среднее что-то, какой-то звук оптимальный. Потому что у всех у нас артикуляция разная, все мы по-разному слышим, и всем нам по-разному удобнее произносить звук. Но знаете, что когда у вас возникают такие ситуации, чистого звука «т», «д», либо чистого звука «з», быть не может, потому что ваша речь тогда не будет плавной. Вы будете просто спотыкаться об камне. Итак, когда у вас есть звук «д», последний звук, например, «д», и надо соединить это с артиклем «з». Что происходит? «Ди-дэ», «ди-дэ». Звук «д» оказывает влияние на звонкий звук «з». И этот звонкий звук «з» превращается немного как бы в звук «д». «Ди-дэ». 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 И это очень важно, потому что, если вы знаете, как это всё делается, во-первых, вы сможете узнать, о чём говорит ваш собеседник, вы можете понять, о чём говорят в фильме, либо поют в песне. Итак, «Ди-дэ». «Ди-дэ». Теперь представьте себе верхние зубы и нижние зубы. Вы смотрите на них так, как будто вы у себя во рту находит. То есть, когда вы произносите звук «в», чистый, отдельное слово, ни в каком предложении не стоит, да, нет словосочетаний, то ваш язык «darts out» выходит, как у змеи, посерединке. В одном из своих видео я также говорил, что вы можете произносить это по-другому, то есть, достаточно коснуться кончиком языка позади зубов, там же, посерединке, и не высовывать его полностью. Но в сегодняшнем видео я вам говорю всё, как есть, потому что так на самом деле произносят. То есть, язык может выскакивать и дотрагиваться либо посерединке, либо у альвеол, то есть, между альвеолами и задней стенкой верхних зубов, то есть, может уйти туда. У некоторых язык даже касается нижней стенки задних зубов, то есть, внизу. Найдите для себя оптимальный вариант, но знайте, что большинство носителей языка всё-таки предпочитают наверх язык. То есть, если вы закроете зубы, сомкнёте, вернее, зубы, и попробуйте кончиком языка докоснуться, обычно язык туда ударяется, позади них. Но, когда у вас стоит звук «т» между «в», у вас язык будет подниматься наверх. Когда у вас звук «д», чуть-чуть он выше, то есть, звук оказывает влияние, звук, который стоит перед этим артиклем, оказывает влияние, и поэтому происходят вот такие изменения. Когда вы говорите «м», там, соответственно, язык будет где-то ровно посерединке у вас, позади зубов. Но ничего, вытаскивать язык не нужно, ни пол языка, ни кончик языка. Это если вы говорите в обычном, нормальном темпе, как каждый день вы говорите по-русски. Если вы обратите внимание, можно увидеть, как носители языка вытаскивают язык, кончик языка, он выходит, но эта речь очень специфична, и, как правило, во время презентации или каких-то переговоров происходит, когда речь более плавная, она не такая быстрая, и скорость, из-за скорости вы можете, у вас больше времени, чтобы артикуляцию произвести данного звука. Например, в таком словосочетании «wanda», «he won the prize», «won» заканчивается на звук «н», я произношу это через удвоение звука «н», «he won the prize», «he won the prize», «wanna». Популярные словосочетания с такими предлогами, как «in», «on», «in the». «She's in the backyard». «Backyard» – это если у вас имеется свой дом, и вот за домом у вас какой-то сад, огород или так далее, по-английски называется «backyard». Обычно там все делают барбекю. «She's in the backyard». Также напоминаю, что предлоги «in», «on» – это не важные части речи, их просто нужно проглатывать, они сокращаются до нельзя. Просто в предыдущем видео посмотрите, там есть на эту тему. Предлог «on», «on the», «on the wall», «the clock is on the wall». «Часы висят на стене». «The clock is on the wall». «On the wall». То есть я, опять же, удлиняя звук «n», здесь вы можете двумя способами произносить. Я заметил, что некоторые произносят «under». «On the wall». «On the wall». Немножко такой, знаете, характерный «d». Ну, то есть не нужно утрировать прямо говорить «on the wall», потому что это будет неправильно. Найдите для себя что-то среднее между звуком «n» и звуком «d». Они вместе смешиваются, и вот у вас получается такой продукт «n-d». «On the wall». «On the wall». Следующее словосочетание «like the». «Like the». В прошедшем форме «liked» произносится через «t», потому что как глухой звук «liked». И у нас гласного звука нет, поэтому «d» не озвончается здесь. Нам не нужно соединять это. «Liked». И если к этому добавить артикль «the», получается звук «t» будет оказывать влияние на «the». И будет это все произноситься как «like the». «I like the idea». «I like the idea». И здесь что происходит? Здесь не столько «liked», сколько «like the idea». «Like the idea». То есть как будто вы произносите настоящее время. Я в своих видео постоянно говорю, что не все, что пишется, нужно произносить. Видите, прошедшее время иногда вот это окончание «id», особенно когда согласные звуки идут, никто их не соединяет, то есть их просто выбрасывают. По контексту тому понятно, что это прошедшее время. «I like the idea». «I like the idea». Здесь у меня даже в мозгу «I like» я говорю, и потом «the idea». Но я не говорю «the». Посмотрите внимательно, еще раз послушайте. «I like the idea». 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 Давайте еще раз посмотрим на сочетание «cut the». «Cut the lemons». «Cut the lemons». «Cut» – «резать», да? «The». «Cut the lemons». Звук «ти» встречается с «th», «the» – оказывает на него влияние, получается «cut the». То есть вот такие маленькие, казалось бы, правила, довольно-таки простые, но если вы их не знаете, вас может загнать в тупик. Во-первых, трудно понять, что говорят иностранцы, и сами, когда будете говорить, будете настолько это все говорить разжевывая, не соединяя, что собеседнику иногда может быть трудно вас понять. Но в речи, если вы посмотрите, у носителей языка вообще не возникает никаких трудностей вот с этими артиклями и с кластером согласных звуков, то есть никто не спотыкается. И я советую вам принять эти правила и использовать их, потому что иначе зачем они вам нужны? Ну, если только вы не хотите, то есть разговор – это не ваша сама цель, и вам только нужно понимать. Это все, что касается данной темы. Подписанный канал, инстаграм-канал Кириллз, нижний пробел English, там подробная информация о том, как учить английский, словосочетания очень интересные, которые, кстати, вы в словаре не найдете, по крайней мере, в русском. И отвечу на вопрос, который пришел на этой неделе. Кто-то написал, как произносятся звуки F в английском языке. Ответ будет очень прост. Эти звуки копируйте с вашего родного языка. Если для вас русский родной, то с русского языка, потому что артикуляция совершенно одинакова. Единственная разница между этими звуками – это глухость и звонкость. Звук V глухой, то есть верхние зубы касаются у вас внутренней стенки нижней губы, то есть вам не нужно губу прикусывать в. Вам нужно только поставить со внешней стороны, сказать в. Положите сюда пальцы в, и вы почувствуете, как вибрируют ваши vocal cords, то есть голосовые связки, да? По-английски называется vocal cords. Когда вы произносите звук F, все то же самое, vocal cords не задействованы, вы просто дуете воздух и создаете зубами и нижней губой преграду. И все. То есть какого-то определенного правила здесь нет. Подписывайтесь на канал Easy English здесь, на YouTube, чтобы не пропустить видео, нажимайте на колокольчик. Вам желаю отличных входных и всем пока!